В работе каждого государственного служащего есть перечень документов, к которым приходится регулярно обращаться. Чтобы всякий раз не тратить время на повторный их поиск, рекомендуется сохранять важные документы в папке. И в дальнейшем, в любой момент, вы сможете их быстро открыть и продолжить работу с ними. В папку можно сохранить любые документы системы Консультант Плюс. Это можно сделать как из текста документа, так и из списка. Все созданные папки сохраняются после выхода из системы и доступны по кнопке «Избранное». Рассмотрим на примерах порядок работы с папками. Допустим, нам необходимо сохранить в папку подборку документов о вакцинации от коронавируса. Зададим запрос в быстром поиске «Вакцинация от коронавируса» и нажмем кнопку «Найти». Выберем документ и войдем в его текст. Нажмем на кнопку «Избранное» и выберем команду «Добавить в избранное». В появившемся окне выберем вкладку «Папки» и создадим папку «Вакцинация от коронавируса». Нажмем кнопку «Добавить». Документ занесен в созданную папку. Папку всегда можно дополнить новыми документами или подборками. Добавим в папку все документы из раздела «Форма документов», в которых упоминается вакцинация от коронавируса. Для этого щелкнем по ссылке «Все результаты поиска». Установим курсор на названии раздела «Форма документов» и вызовем правой кнопкой мыши контекстное меню. Выберем команду «Добавить документы текущей ветки в избранное». В окне «Добавить в избранное» выберем нужную папку и нажмем кнопку «Добавить». Все документы данного раздела будут занесены в папку. Теперь в любой момент мы сможем извлечь из папки нужные документы и продолжить работу с ними. Для этого откроем окно «Избранное» и выберем вкладку «Папки». Для перехода дважды щелкнем мышью по названию папки и выберем нужный документ. Таким образом, используйте папки «Консультант Плюс», чтобы сформировать индивидуальную подборку документов, по важной для государственного служащего тематике и в любой момент продолжить работу с ней.